Доброго ранку! Мы из Украины! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Наконец-то это свершилось! Мы окружили лиманскую группировку врага. Там просто началась мясорубка. И мы перемалываем орков, оккупантов. Но в это время, пока Путин с веселым лицом на бумаге аннексировал и присоединял аннексированные территории к России, к своему тонущему кораблю, который называется Россия, наши войска на Восточном фронте полностью окружили группировку под лиманом. Ура! Ура! И замкнули клещи в котел. Наверное, все видели вчера, когда Путин присоединял аннексированные территории, как сам Путин, а также все депутаты в партере, которые сидели, а камера плавно по ним ходила, сидели с кислыми рожами. Они, наверное, думали, боже, зачем мы этого идиота поставили управлять нашей богатой страной? Зачем мы его выдвинули в президенты? Он же маньяк, который богатейшую страну опустил просто на дно. 22 года мы его слушали, а наша страна, наша Россия, катилась вниз в пропасть. И теперь же мы от него никак не избавимся. Теперь он будет вечно сидеть в этом кресле. А как же ж было все хорошо в последние годы? Нефть по 100 долларов, а было по 40. Газ был по 300, стал по 2000. Вот-вот мы начнем купаться в золоте, думали все эти депутаты, которые смотрели на Путина. Как он несет эту чушь из своих уст. Мы могли бы купаться и воровать эти богатства дальше. Наши дети, внуки, племянники обучались бы за границей за эти ворованные деньги. И мы бы жили припеваючи, не зная никакого горя. И тут Путин решил напасть на Украину. Но не тут-то было. Ведь украинский народ никогда не победить и не поработить. А что теперь? Теперь от нас отвернулся весь мир. Нас поддерживают 4 лучшие страны. Сирия, Эритрея, КНДР, Ирак. Ну и еще парочку каких-то неизвестных стран. Все. Больше никто нас не поддерживает. Весь мир от нас отвернулся. На нас наложили тысячуэтажные санкции. Что теперь будет? Все это думали депутаты, смотря на бункерного стратега. А он все читал и читал, радовался, радовался. Но не радовались депутаты Госдумы. Вероятнее им на ушко шепнули, что война проиграна. А санкции никто не снимет. А вчера США нанесла окончательный удар в сердце. Все депутаты, без исключения Госдумы, все их родственники, дети, жены, племянники, все попали под новые санкции США. Теперь они не могут выехать за границу. Теперь они не могут учить своих детей, внуков и правнуков. Теперь они смогут ездить только по России. И в дружественные четыре страны. Но я возвращусь к Лиману, к обстановке на Лиманском плацдарме. Если вы еще не заметили, то Путину страшно не везет. В прошлый раз, когда мы освобождали Харьковскую область, когда мы освобождали Изюм, Лиман, когда мы освобождали 400 мелких сел во всем этом регионе, когда мы освободили 9 тысяч квадратных километров своей территории, Путин в Москве открывал колесо обозрения. Там было весело, он улыбался. И все у него было хорошо. Все шло по плану. Ну и вчера опять у него непруха. В тот момент, когда он объявлял об аннексии украинских территорий, в тот момент, когда коллаборанты, которые приехали к нему с этих территорий, смеялись, улыбались, радовались, Путин был в печали. В печали были и все депутаты, которые слушали его бредни. А что, подкрепления не будет? Думали все эти депутаты. Нет, ничего никогда не будет. Наш главнокомандующий Валерий Залужин позаботился об этом. Все пути отступления и подкрепления отрезаны. Слава Высуну. Ну и теперь мы в очередной раз ждем, пока Путин соберет своих подлиз депутатов и объявит. Я пошутил. Все возвращаем. Я решил. Возвращаем Донбасс, возвращаем Запорожскую область, возвращаем Херсонскую область, возвращаем Крым. Поиграли в войнушки и хватит. Я же вам говорил, мы еще ничего не начинали. Представлял свой сценарий будущей речи бункерный стратег. Единственная проблемка, думал Путин. Нам же придется заплатить 350 миллиардов долларов. Репарации. Украине и каждому украинцу. За страдания и разрушения, которые я, Путин, нанес Украине. Вот и все. Слава ЗСУ. Слава героям. Слава нашим друзьям во всем мире. Перемога будет за нами и уже идет. Поддержите это видео. Подписывайтесь. Распространяйте данный ролик. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. До новых встреч в следующем обзоре.